Зимний спортивный сезон торжественно открыли в Чите. Подробнее об этом расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». 5 декабря автору слов «Гимна республики» исполнилось бы 90 лет. В Бурятии отметят это событие широким размахом. Подробности сегодня в программе «Середина земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Яна Ершова. Здравствуйте! Весной 2016-го на полигоне Цугол начнутся съемки военной драмы «321-я сибирская» режиссера Солбона Лыгденова. Там будут снимать танковые сражения. Кроме того, работа пройдет и в старых военных гарнизонах Забайкальского края. Министерство обороны страны уже дало соответствующее разрешение. Об этом рассказали создатели ленты, которая выйдет в прокат в 2017 году. Также речь шла о том, в какой стадии сейчас съемки, как выбирались актеры и почему фильм уже назвали народным. Несмотря на то, что фильм «321-я сибирская» еще только снимается, он уже привлек к себе внимание. Особенно в Забайкале, Иркутской области и Республике Бурятия. Ведь впервые регионы «Соседи» стали местом съемок масштабной военной драмы. Вот и сегодня об интересе к картине говорила и то, сколько человек пришло на встречу с создателями фильма. Да и началась пресс-конференция необычно. С песни «В бой идут сибиряки». После чего всем показали рабочие фрагменты ленты, которые до этого мало кто видел. Режиссер фильма Салбон Лыгденов поблагодарил забайкальцев, которые оказали максимальную поддержку. При этом подчеркнул, что проект не для фестивалей, для народа, чтобы помнили о подвиге земляков. Немалую роль в съемках фильма отведена Забайкалью. Здесь снимут масштабные сцены. У нас уже отобраны полигон цугол, где у нас будут проходить танковые сражения. И плюс ко всему, конечно, что очень много объектов, которые стоят в том направлении. То есть те, безречные, где стоят старые гарнизоны, старые дома. Общий антураж такой, скажем так, экстерьерный, пейзажный, очень похож именно на территорию Волгоградской области, Донских степей. Удобно и то, что в Чите большая техническая база. Есть бронетехника и реквизиты. Планируется заказать в нашем городе пошив военной формы, в том числе и в учреждениях УФСИН. Всю зиму будет идти подготовка. Сооружения, декорации, дополнительные кастинги актеров и массовки. К съемкам в Забайкале приступят весной. 321-я Сибирская станет без преувеличения заметной картиной в России. К слову, это название рабочее, ведь в фильме рассказаны истории нескольких сибирских дивизий, участвующих в боях под Сталинградом. Почти пять лет шел сбор информации о них, работа в архивах, встречи с ветеранами, консультации с историками. В сценарии до сих пор вносят коррективы. Я вам могу сказать, от себя лично, как продюсер этого фильма, что да, мы сделаем все для того, чтобы этот фильм показал правду. Создатели фильма недавно побывали в Волгограде, где также пройдут съемки. Они проехали по местам сражений и отдали дань памяти погибшим. Впервые у монумента «Родина, мать зовет» был проведен двухчасовой буддийский обряд. Во время него неожиданно для всех стих «Сильный ветер». Среди актеров фильма не только профессионалы. Один из тех, кто прошел кастинг, депутат Гордумы, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Сапожников. Ему предстоит сыграть роль красного командира. Остальных деталей он не раскрыл. Кастинг прошел, артисты отобраны. Неожиданно я роль получил. Придется, конечно, и обор, что у меня бабушка была ветерана Великой Отечественной. Я все делаю, конечно, для нее, для наших дорогих ветеранов. Ну и делаем, конечно, для молодого поколения. Воплотить на экране образы бойцов предстоит еще нескольким нашим землякам. В команде также известны актеры Игорь Петренко, Георгий Дронов, Юрий Назаров. Своё участие подтвердили актеры из Монголии и Германии. Пройдет кастинг и в Румынии. Одна из задач фильма – показать противников не карикатурными персонажами, а умными, обученными и достойными воинами, которые все же не сумели одолеть советских солдат и офицеров. Сегодня в зале были одни из тех, кто принес победу. Ветеранам вручили подарки. А режиссер фильма пообещал организовать в Чите специальный показ фильма для участников войны. Священнослужители и миряне Читинской епархии почтили память святителя Филарета Митрополита Московского. В Казанском кафедральном соборе Читы божественную литургию совершил митрополит Владимир, для которого этот день был особо значимым. Четыре года назад состоялось возведение его в сан епископа. Московским златоустом, великим архипастырем, столпом русской церкви и государства называли святителя Филарета Митрополита Московского. Его слово в проповедях, в переводах священного писания, в молитвах – это слово, исполненное силой Духа Святого, которое проникает прямо в человеческое сердце. Святитель Филарет знал языки древней новой, создаял в перебиске с выдающимисями. Интеллектуалом из своего времени, он сам был полностью из этого слова «интеллектуалом». Обладал суммой знаний не только в гороскопском, не только знал и осуществлял на его священном писании, но и имел обширные знания в светских науках. Все это ему давало возможность обращаться к самым красным людям со словами духовного наседания. В день памяти святителя Филарета для участия в соборной молитве в Читу прибыл епископ Нерчинский Краснокаменский Дмитрий. От лица всего духовенства Нерчинской епархии Владыка поздравил главу Забайкальской митрополии с памятной датой архиерейской хиротонии, которая состоялась четыре года назад в храме Христа Спасителя, там, где пребывает своими мощами святитель Филарет. Архиерею поздравили священнослужители Читинской епархии, сестры Атамановского монастыря, педагоги и воспитанники православной гимназии – миряне. По словам Владыки Владимира, для каждого архипастыря этот день является незабываемым. Коньки, лыжи, санки и сноуборды. Пришло время для активного отдыха. В Чите на стадионе «Темп» был торжественно открыт зимний спортивный сезон. Праздничные мероприятия запланированы и на других площадках города. Ровный блестящий лед на стадионе «Темп» появился пару недель назад. С тех пор каждый день сюда приходят до сотни взрослых и детей. А выходные дни на льду и вовсе аншлаг. Коньков на прокатках, как правило, на всех не хватает, поэтому многие спортивный инвентарь приносят с собой. Сегодня в честь открытия зимнего сезона городские власти подарили муниципальному стадиону 10 новых пар коньков. В силу в ближайшие дни в городе начнут работу 70 хоккейных площадок и 8 стадионов. У нас предстоит открытие 3 декабря в Ингодинском районе на муниципальной спортивной базе «Березка». Также 3 декабря в Черновском районе на муниципальном спортивном комплексе «Шахтер». Предстоит открытие и в центральном районе, это микрорайон Октябрьский хоккейная коробка и хоккейная коробка с дюшер номер 1, это улица Кайдаловская, 10. Будут соревнования по хоккею с мячом, также будут веселые старты на льду, показательные выступления фигуристов. Уже традиционные организаторы на стадионе «ТЭП» провели и турнир по хоккею с мячом на кубок первого льда. Всего на ледовое поле вышли 6 команд. В течение двух дней им предстоит доказывать, кто из них самый ловкий, сильный и сообразительный. Итоги будут подведены уже завтра. Мы всегда выигрываем. А чем вам нравится именно хоккей с мячом? Чем он лучше обычного хоккея? Тут можно бегать, клюшку держишь, на коньках катаешься. А в какие шайбы, там коньки как бы по-другому наточены, они по-другому катаются. У вас наверняка есть какая-нибудь кричалка? Один за всех и все за одного! Не остались в стороне и болельщики, учащиеся 43-й школы. Для них были организованы веселые старты. Внимание! Марс! С азартом ребята на холодном льду вступили в жаркую борьбу. Название команд придумывали на ходу. В итоге в эстафете играли чемпионы и паровозики, которые смогли. Раунд за раундом они поддерживали и болели. В итоге победу, несмотря на крепкий мороз и скользкий лед, одержали паровозики. Здесь весело, классно, здорово. А как же холод? Холод вам не помех. Холодные и длинные сибирские зимы не повод оставаться дома. Зимний спортивный сезон открыт. А значит самое время вооружиться коньками и клюшками и выйти на лед. Анастасия Новгородова, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. Будущий год станет для Бурятии армейским. Более 200 командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений с участием офицеров и солдат Восточного военного округа пройдут на территории республики. Подробности сообщат нам коллеги из Улан-Удэ. Здравствуйте, коллега. Главный акцент учений сделают на повышении индивидуальной и профессиональной подготовки военнослужащих по контракту. Командующий общевоисковой армией ВВО генерал-майор Дмитрий Коваленко возлагает большие надежды на предстоящие учения. Армия должна показать свою боеготовность к любым ситуациям. Теперь к другим событиям. Таежная, озерная, степная. Эти строки затрагивают сердце каждого жителя Бурятии, в каком бы уголке мира он ни находился. 5 декабря автору слов гимна республики исполнилось бы 90 лет. В честь дня рождения Дамбыжил Сараева в нашем городе пройдет немало мероприятий. Ася Касьянова встретилась с исполнителем легендарной композиции в современной интерпретации. Николай впервые публично исполняет любимую жителями нашего края композицию в такой интерпретации. В его арсенале в основном рок-музыка, потому и гимн Бурятии зазвучал по-новому. Все-таки гимн Бурятии – это такая штука, особенно вот когда играешь на гитаре, там глаза закрываешь, и там прямо поле видно, лошадки скачут. Ну вот как-то так. Ну прямо чувствуется дух вот этот наш родной. По словам музыканта, с его помощью интерес к истории гимна Бурятии и его авторам проявит молодежь. Ведь на днях юбилей Дамбыжил Сараева. Помимо стихов на музыку для главной композиции республики, он написал не одну книгу, работал корреспондентом и даже был министром культуры. И эти факты на зубок знают школьники, которые приняли участие в литературной игре, посвященной поэту. Где в нашем городе установлена мемориальная доска на Базовичу и Жалсараеву? Мы думаем, что мемориальная доска находится на улице Коммунистической. Пять. 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 Все пятерки. Чай. Он друг наш самый главный. Неспроста бурятам дан. Без него табунщик славный. Не дорос бы до стремян. Сила чайная крепка. Ладше братом молока. Жена поэта, а по совместительству член жюри на сегодняшней викторине рассказывает, что ее супруг вовсе не намеревался писать слова к гимну республики. Изначально это была большая поэма. Автор музыки Анатолий Андреев даже не был знаком с Домбой Зотбичем. Он просто выбрал нужный фрагмент из произведения писателя. Однажды едем в автобусе с Верхней Березовки. Молодая группа где-то гуляла, зашли и поют эту песню. Мы удивились, как это поют, нашу песню поют там. Спустя 20 лет эта песня находит отзыв в сердце каждого жителя республики. По человеческим меркам в Китае панда-долгожительница отмечает 120-летний юбилей. Бамбуковая медведица известна далеко за пределами КНР. В 1990 году она стала талисманом азиатских игр в Пекине. К празднованию дня рождения баса, именно так зовут панду, Центр по изучению панда в китайском Фуджоу готовился не меньше полугода. О других интересных фактах расскажут коллеги из Китая, которые уже на связи с нами. Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! В студии Сиан-Джунай в ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Изменение климата затронет все страны без исключения. Это хорошо понимают в Китае. На сегодня КНР лидер по энергосбережению. Власти делают ставку на возобновляемые источники энергии. А в будущем году планируется запустить и национальный углеродный рынок. О том, что такое углеродные квоты и сколько стоят выбросы вредных веществ, узнали наши корреспонденты. Лес – наше богатство. В городе Чэн-Дэ, что в провинции Хэбэ, это не просто красивые слова. Там уже знают, насколько выгодно теперь сажать деревья. Уже получил деньги за углеродные квоты. Ваши деревни выделяют больше 100 тысяч юаней. Так много. Раньше зарабатывали только угольные шахты, а теперь продается углекислый газ. Кто мог бы об этом раньше подумать? Если быть точнее, жители деревни Эрдуахэ заработали не на углекислом газе, а на углеродных квотах, которые они получили за то, что посадили деревья. Сельчанам самим разрешения на выброс вредных веществ не нужны. Зато их охотно покупают промышленные предприятия. В Пекине есть специальный центр по торговле углеродными квотами. Такому оживлению на торгах могут позавидовать и крупнейшие биржи мира. Предложений хватает. Согласно статистике, объем углекислого газа, который поглотили леса Китая с марта 2006 по октябрь 2014 года, превысил 160 тысяч кубометров. А это значит, что лесничество страны смогут заработать 7 миллионов юаней, больше миллиона долларов США. И это только одна сделка по межрегиональной торговле углеродными квотами. Это один маленький шаг на пекинском рынке углеродных квот. Но в целом гигантский скачок для китайской торговли в этом секторе. Впервые удалось перешагнуть через границы регионов. И это очень поможет экономическому развитию зеленой энергетики. Эксперимент с торговлей квотами на выбросы углерода уже идет в семи провинциях страны, в том числе в Пекине и Шанхае. Совокупные квоты составляют более 40 миллионов тонн. Их оборот – около 1 миллиарда 200 миллионов юаней. По планам, в 2017 году углеродный рынок заработает по всей стране. Но кроме выдачи разрешения на выбросы, в КНР начали строить населенные пункты с низким содержанием углерода. В городе Джэньцзян, который находится в провинции Цзянсу, установили первую платформу управления выбросами вредных веществ. Благодаря ей можно в реальном времени увидеть все данные – от рейтинга отрасли до количества выбросов завода. «С точки зрения промышленной трансформации, во время 12-й пятилетки мы устранили большое количество отсталых и избыточных производственных мощностей». Программу по сокращению вредных выбросов власти КНР выдвинули непосредственно перед Парижской конференцией по климату. По прогнозам правительства страны, к 2030 году объем выбросов двуокиси углерода в Китае достигнет своего пика. Это означает, что через 15 лет потреблению угля больше расти не будет, и развитие экономики в дальнейшем будет осуществляться за счет возобновляемых источников энергии. «Считаю, что прогресс Китая по регулированию энергетической структуры соответствует ожиданиям всего мира. Обещание о пике потребления угля в 2030 году является позитивным сигналом по решению проблемы изменения климата. Китай стал мировым лидером в деле борьбы против изменения глобального климата». «Но Китай в прошлом году сделал очень важную вещь. Впервые в своей новейшей истории Китай сократил потребление угля. Поэтому я на эти амбициозные планы Китая, которые он сегодня представил в Париже, смотрю со сдержанным оптимизмом. Он не только говорит, но он и делает что-то. Это реально. Китай сажает очень много лесов». В 2014 году 4 из 7 районов города Джиньцзян уже добились сокращения углеродных выбросов. На днях был опубликован ежегодный доклад о политике и мерах в области изменения климата в Китае. Согласно опубликованным данным, выбросы углеродов КНР с 2005 по 2014 годы сократились на 33,8%. В то время как в развитых странах этот показатель равен 15%, а в среднем в мире он остался почти неизменным. Выбросы вредных веществ не выросли благодаря изменению структуры энергопотребления, говорят специалисты. И это не повлекло за собой глобального экономического спада. В Пекине открылся международный балетный сезон. Фестиваль проходит в театре Тяньцяо. Русскую балетную школу представляют сразу три лучших коллектива в стране – Большой, Мариинский и Государственный театр классического балета. Подробности далее. Большой, Мариинский и Государственный театр классического балета. Все они представляют русскую балетную школу в рамках международного балетного сезона в Пекине. 90 танцоров и 10 исполнителей первых партий представили столичные публики классические постановки – «Спартак» и «Мадам Павари». Просто фантастика. Они двигались так грациозно. У них очень красивое платье, головные уборы. Танцевали очень здорово. Среди других иностранных гостей в рамках международного балетного сезона – США и Франция. «Это очень интересное событие. Таким образом, мы можем внести в балетную школу Китая что-то новое из западных школ. И надеемся, что и китайский балет сможет внести свою лепту в мировое балетное искусство. А для зрителей предоставлена возможность насладиться лучшими балетными постановками в Пекине». Китайский балет на международном фестивале представляют произведения «Желтая река» и «Четыре сезона». Праздник танца в Пекине продлится до конца этого года. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Не упустите уникальную возможность передать свой видео «Привет» в программе «Середина земли». Если вас связывает интересная история с Забайкальем, Бурятией или Китаем, обращайтесь в редакцию международных программ телекомпании «Аист». Подробная информация по телефону 33 44 02.